Послание апостола Иакова, глава 4, стихи 6-7. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Согласно данной констатации, Бог большую, или, как это слово произносится в оригинале, превосходнейшую благодать дает только тем, кто покоряется Богу и противостоит дьяволу. Исходя из этого, одним Бог противится, а к другим является свое благоволение или свою благосклонность, или свою превосходнейшую благодать, которая выражает себя в жизни с избытком. Мы должны не забывать, что каждый аспект нашей жизни, находящийся под проклятием, все-таки однажды был искуплен для нас Богом 20 веков назад. Однако, чтобы имеющееся искупление обрело для нас юридическую силу, с нашей стороны необходимо в каждом отдельном аспекте, в котором мы наблюдаем присутствие проклятия, сделать две вышеуказанные вещи, и при этом в той последовательности, в которой они указаны. Вначале покориться Богу, а затем противостать дьяволу. Невозможно противостоять дьяволу, не будучи покоренным Богу. Когда мы покоряемся Богу, Бог становится на нашу сторону. Тогда мы можем противостоять дьяволу. До тех пор, пока мы не покорились Богу и пытаемся противостоять дьяволу, у нас ничего не получится. Потому что мы стоим практически, будучи непокоренными Богу, мы стоим вместе с дьяволом. Это дьявол не покоряется Богу. Поэтому очень важно, если мы проявляем скупость по отношению к Богу в области приношения десятин, мы тем самым не покоряемся Богу и присваиваем себе то, что доверено в наше распоряжение, но принадлежит Богу. А когда мы не покоряемся Богу в сфере финансов и в то же самое время пытаемся противостоять дьяволу в их нехватке, у нас ничего не получается. Если же мы будем относиться к нашим финансам в соответствии с предписанием Священного Писания, то область финансов будет высвобождена из-под проклятия. Дело в том, что до тех пор, пока мы находимся в зависимости от денег, то независимо от того, сколько мы их имеем, мы будем находиться под проклятием в области финансов. Но как только мы через добровольную и радостную отдачу десятин Богу высвобождаемся от зависимости денег, то независимо от того, сколько мы их имеем, мы высвобождаемся от проклятий в области финансов. В связи с этим я хочу напомнить одну неоспоримую закономерность. То, от чего мы зависим, притягивает нас к себе и порабощает нас. Равно и то, что зависит от нас, порабощается нами и притягивается нами. Это необратимый и неизменимый духовный принцип. Деньги – это эквивалент материального богатства, которые, тем не менее, могут служить высоким духовным целям и трансформироваться в богатства нетленные или невершающие. Поэтому в той степени, в которой мы будем высвобождаться от зависимости денег и обретать над ними власть, равносильно в такой же степени деньги начнут притягиваться к нам, как железо притягивается магнитом, попадая в область его притяжения. И время высвобождения из такого рабства начинается с радостного отдавания Богу наших десятин. Писание определяет как размер приношений, так и место для этих приношений. И размер это для богатых и бедных один. Десятая часть – от всякого денежного дохода до вычетов из него всяких государственных налогообложений. Потому что если мы будем давать после вычета налогообложений, то тем самым мы не будем признавать Бога за царя царей. Государство будет царем царей, потому что начатки первые отдается Богу. Но государство хочет быть Богом, и мы не можем противостоять, чтобы не отдать то, что оно требует. Тогда мы отдаем, но независимо от этого мы чтим Бога тем самым, что мы вычитываем десятину не из того, что у нас взяло государство, а из того, что мы получили, то есть до вычета. Поступая таким образом, мы признаем и чествуем Бога как царя царей и господа господствующих. Ну, а местом приношений для каждого из нас является поместная церковь, место, где мы получаем пищу. Это своеобразный филиал Царства Небесного на земле. Разбросанные по всей земле – это филиалы Небесного банка, в котором наши деньги трансформируются в нечто невидимое, которое буквально обескуражит нас, когда мы придем в небеса. Никто из нас не может даже представить себе, во что они выльются там. Но на новом небе и на новой земле определенные люди будут иметь преимущество друг пред другом, как звезда от звезды разнится в славе, только благодаря тому, что не размер Бог будет учитывать, а качество. Потому что если человек чем больше отдает Богу, не имеется в виду, а от своего заработка. Потому что богатый может отдавать десятину и больше, и бедный может отдавать. Но если бедный отдал больше из своего заработка, чем тот, то несмотря на то, что у богатого может превосходить его приношение, бедный в Царстве Небесном выиграет. То есть все зависит не от размера, а от качества нашего приношения. Мы сейчас будем служить Богу именно тем, что будем почитать Его десятинами и приношениями. И будем петь песню «Люблю тебя, край родной, край желанный». И будем воспевать в сердцах наших Господу, поклоняться Ему, потому что поклонение без приношений не является поклонением. То есть двери в небесное жилище, в небесный дом для нас закрыты с пустыми руками. Только тогда, когда мы почитаем Бога, приносим дары, таким образом открываются пред нами двери небесные. Мы берем как бы секиру, топор, и под корень подрубиваем древо, от которого все зависят, корень всех зол. Встанем, пожалуйста, и будем служить Господу, петь с радостью и служить добровольно. Итак, позвольте напомнить, что всякий раз, когда Израиль приносил свои приношения в храм, он обязан был возлагать свои руки на корзины с приношениями и свидетельствовать пред Богом одно чудное исповедание, которое Бог повелел через Моисея и которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку символ правовой деятельности на ваше приношение и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Можете садиться.